Тот случай, когда инициатива полезная. Руководство механико-технологического колледжа выступило зачинщиком спортивной идеи, а более точнее спартакиады, за победу в которой сразились две команды – воспитанники дома-интерната и учащиеся. Чтобы шансы стали равными, а зрители получили заряд положительных эмоций, участники были разделены поровну. Правильную идею руководства колледжа подхватили волонтерский отряд «Солнышко» и первомайский районный комитет БРСМ. «Спартакиада» была посвящена Дню защитников Отечества, которые воевали на полях Великой Отечественной войны в горах Афганистана и тем, кто сегодня защищает мирный сон граждан. И по словам организаторов спорта, воспитание будущих воинов играет одну из главных ролей. В состав команд включены также ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, чтобы по принципу «равный обучает равного» они могли на примере волонтерства избрать этот путь для себя как помощи детям, посмотреть, поучаствовать вместе с детьми в спортивных соревнованиях. Ну и я думаю, что это станет доброй традицией, будем ежегодно проводить данное мероприятие. Олимпийский принцип «главное участие, а не победа» как нельзя точно характеризует дружеские старты. Вот и все участники подчеркивают огромную важность подобных мероприятий для здорового будущего нашего подрастающего поколения. Актив БРСМ, ребята, состоящие в первичной организации БРСМ, являются участниками данной спорта в Спорт-кландии. Первомайский районный комитет, Бобрусская городская организация БРСМ не просто так посещает, а еще приходим сюда сладкими призами. И чтобы долго не томить, кто же взял первое место в Спартакеаде, сразу скажем – победила дружба. По-другому и быть не могло. Старты призваны объединить ребят, ведь только все вместе мы не сокрушимы. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.